Всем привет! Вы на канале Криптокомманс. Решил прокатиться сегодня на метро и хочу вам сказать что это очень-очень круто метро в Буэнос-Айресе очень уютно и приятно музыка хорошая люди улыбаются в общем не то чтобы логово шартистов как я говорил раньше поэтому собственно что хочу вам сказать про рынок хотел поговорить с вами про рынок каким образом пойдемте обратно лучше к чуваку он прикольно играет summer time про рынок хотел с вами поговорить таким образом что он сейчас дико дико манипулятивный волатильный крышесносный ликвидирующий всех и всяк кто не понимает что происходит и как их с этим работать поэтому будьте очень осторожны будьте начеку да мы безусловно находимся в начале зарождения точнее так сказать Баурана но как вам сказать перед этим могут очень хорошенько всех тряхануть так что фишка в том что надо не терять бдительность ну например смотрите сегодня я дико радовался тому когда мы начали пампить и взлетели на сколько я не знаю напишите в комментариях на сколько мы взлетели просто не надо посмотреть ну по-моему на 28 тысяч с копейками мы взлетели и снова снова красный свет и и мы падаем обратно на 27 ну сколько можно уже вы скажете только зарядили 25 плеч и только сказали все all in to the moon без стопов и снова письмо счастья на почту приходит о ликвидации вашего депо напишите в комментариях если это так или не так или вы уже давно торгуете на споте и не ведетесь на эту провокацию в виде деривативного дерьма круто чувак играет кстати надо сказать неплохо чувак играет вот это вам не на границе ключ переломлен пополам а так что я хочу сказать солида например означает выход я уже практически область понял вот и смотрите что происходит то меня конечно же не ликвиднуло но у меня было как я увидел что все растет и такой счастливый думаю все вывожу вывел короче косарь баксов с торгового счета и тут же потом захожу через десять минут посмотрите какие красивые получаются визуалы и тут же захожу и все а там уже минус хз сколько нереалайс пнл потом биткойн кэш тоже этот сратый блин я взял лонг зачем-то он падает сука короче я хочу вам сказать что гриня такой же хомяк как и вы вот чё полермо о полермо а мне нужно еще блаза италия мульнес агуэро пыридон вот так что гриня такой же хомяк как и вы и не стройте иллюзии все трейдеры все аналитики все гуру которых вы смотрите читаете все такие же хомяки как и вы потому что мы все люди одинаковые я вам более того скажу даже все эти даже сатоши накамото такой же хомяк как и вы вот наш классный музыкант все хомяки так что не стройте иллюзии другой вопрос что просто как кто-то хомякея кого-то понимаете вопрос в том как бы кончены вы хомячины или нет потому что на рынке все даже крупные хедж-фонды хомяки вон мы чё видели все эти аламеды ftx и блять сельсиуса и прочая из камеры тоже же хомячие понимаете и бинанс так может окажется хомячем и байбит также не стройте иллюзий лучше диверсифицируйте сидел не держите все яйца в одной корзине а раскидывайте по разным баржам и кошелькам это мой вам дисклейм финансовый совет вот а так что я хотел сказать еще фишка в чем сейчас похоже что будет начинаться от сезон точнее похоже что он уже начался тихо и сапа и пока никто еще не верит не не понимает но это уже так это уже так и мы видим это по индексу доминации альткоинов который уже поднялся с практически нулевых значений до 50 и сейчас откатывает и в моменте кстати да мы видим что у битка более хороший импульс чем у тех же альтов это ну как бы опять же это в моменте нам говорит о том что в них пора заходить потому что все круто может измениться и мы увидим снова эфир по три тысячи по пять тысяч даже по 15 тысяч долларов то время как биток там понимаете будет еле-еле пробивать сотку например такой вам прогноз от грине средний оптимистичный прогноз так что тут как бы смотреть а у многих других альткоинов я извиняюсь того же дэша там или на знака много таких монет которые уже 99 процентов от хай сложились так там потенциал вообще на тысячи иксов улететь понимаете так что еще раз вам говорю вы сейчас по идее когда все никто не говорит про крипту когда либо все говорят что это скамина когда все продают когда все не верят это самое сложное время чтобы вот именно сейчас аккумулировать 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 свои артфельчики ну и свои конечно же долгосрочные сделки тоже потому что сами понимаете так это что у нас это плаза италия плаза италия слушай здесь реально короче прикольно даже в метро и это какой-то парадокс потому что в москве в метро я просто ну вообще от слова совсем не не спускался никогда может это просто ностальгия вот так что смотрите сейчас получается что отбросив все эмоции все как бы лишние знаете что нам мешает вообще в трейдинге чаще всего кроме эмоций нам мешают лишние навязчивые идеи знаете подгон вот подгон ожиданий под свою реальность там я купил эту монету значит она должна расти все теперь читаем только фундаментальные новости и так далее вы понимаете вообще что это так не работает поэтому нашем случае сейчас с вами нужно что делать нужно нужно сейчас накапливать короче альты и биток в средний срок в долгосрок потому что потом когда все будут орать что вот оно снова был тайм хай уже ниже не будет вот тогда нужно будет продавать и это самое сложное самое сложное действовать против толпы мы с вами знаем поскольку мы сами являемся частью этой толпы блин посмотрите какой грине охуенный лук вот сам себя не похвалишь никто не похвалит с виду непонятно то ли короче миллионер то ли бомжара согласитесь скейтерские кеды индия стайл штаны непонятная футболка вот реально непонятно сколько у меня 100 песо или 100 миллионов долларов поэтому имейте это ввиду кстати это лайфхак это лайфхак так что там у нас смотрите схема метро кстати скорее больше напоминает скорее больше напоминает питерскую чем московской или киев сейчас политкоррект не говорит киевскую киевскую схему метро так что еще покажешь да тут нечего показывать особо вот видите нарисован шартист перечеркнутый шартист красный человек в долгу и проигрывает эта наклейка говорит вам о том что не шартите растущие рынки если не хотите быть размазанными в лифте задавленными жалюзями короче ладно это все это все отчаянный юмор а на самом деле пойдемте обратно не нас уже все нас закупорили давайте с вами постоим посмотрим на гармошку мне просто больше нравятся виды от первого лица в видосах вы напишите кстати в комментариях хотите ли вы больше таких видосов которые как бы типа не о чем и обо всем или вас интересуют больше графики и только потому что мне это сами понимаете легче я могу ходить вот так по городу снимать для вас видос хоть каждый день но это уже будет не совсем крипто контент согласны хотя может быть в этом как раз вся из суть вот еще не знаю не против ли все эти люди что я снимаю и вообще можно ли в аргентине снимать я тоже не уверен вот мы сейчас с вами узнаем а то сейчас может посмотрим заодно как местное отделение полиции выглядит вот но вообще судя потому что тут вижу тут не такой беспредел как у нас у нас это я имею ввиду рф ну кто где живет там по соседству я думаю плюс минус то же самое я виду мусорского беспредела здесь нету здесь никто вам в яйца не полезет и так далее поэтому у нас то кто не понимает это реально есть и кто смотрел наш клип different ways i think so кто не в курсе да у нас есть еще музыкальная группа игры не вообще музыкант изначально вот там в клипе есть сцены где нас шмонают мусора чтобы вы понимали это мусора настоящий шмон тоже настоящий то есть как бы это беспредел чуваки здесь такого нет слава богу поэтому приезжайте в бойны сайрис и спокойно здесь себя чувствуете тот другой момент тут тебя могут просто замочить за телефон или за кошелек в каком-нибудь хреновом районе но в принципе такое может быть в любой стране мира а еще знаете чем хотелось сказать про аргентину у нас конечно скоро выйдет об этом большой фильм большой фильм но пока он не вышел сейчас вам покажу примерно что я имею ввиду там будет вся эта инфа они не покажу потому что у меня в другом кошельке короче тут есть монетки сколько-то 5 к вам песо или 10 песо суть в чем как бы ну раньше один песо был равен одному доллару а нам на следующий кстати сшибе не заболтался раньше один песо был равен одному доллару это было собственно в начале двухтысячных годов еще но какие прикольные социальные рекламы вот и соответственно тогда эта монета в ней короче есть серебро фишка в чем в этой монете есть серебра и его теперь с учетом инфляции когда курс персу улетел на 800 чтобы вы понимали то есть песо за 20 лет улетел с одного на 800 песо за один доллар нормально на инфляция это к тому что кто там в рублях еще в гривнах держит в долгую песо вам показывать дорогу и долларов тоже поэтому долгую только золото или биткойн или недвижимость ребят надо это понимать никакие нефятные фантики ну вы че никакие даже не доллары вот но тем не менее короче в этих серебряных монетах теперь с учетом инфляции денег больше в серебре чем они стоят прикиньте чуваки здесь берут эти короче 10 песо свои монеты или 5 песо я точно не помню и переплавливают их на серебро и несут и за это серебро выручают там чуть ли не 200 песо короче 20 тиксов на ровном месте вот но за этот лайфхак здесь уголовка так что так лучше не делайте имейте это ввиду хотя с другой стороны кто узнает берите монеты переплавляйте да и все и вот наша станция кстати мы с вами выходим блин я бы на самом деле вышел с вами наверх прогулялся показал бы вам как красиво в этом самом в уэнос-айресе хотите так и сделаем мне вообще надо на линию h я потом туда пойду а то в метро какой-то какой-то грустный слишком однотонный наверное монотонный видос вот и еще раз как я вам сказал напишите в комментариях или у нас в чате в телеграме интересно ли вам смотреть такое как это назвать-то кроме говнецо такого рода контенте вот и я буду понимать тогда потому что я могу больше такого снимать на самом деле просто как я уже сказал мы сейчас снимаем видос про крипто аргентину о нифига вообще бесплатно выше соответственно соответственно да я просто не понимаю стоит ли мне как бы сейчас в таком случае снимать много таких видосов где я просто хожу и что-то вам рассказываю потому что если нет то и сюда нет как говорится вот ладно сейчас выйдем на улицу генерал пуридона посмотрим что там есть смотри как прикольно все в арте граффити тоже не закрашивают кстати это прекрасно и замуж кого-то это бесит кому-то может ближе серые стены российские тогда окей лично очень нравится все нарядненько да там есть свои приколы там супер толерантные пидорасам так далее но я как бы ничего против не имею я как бы ничего и за не имею и против не имею ну и ладно они что-то не ходят извините не ебутся прям на улице поэтому нормально ну вот кстати как говорится да а нет это вроде все-таки были женщины ладно если что никого не хотел обидеть все нормальные ребята вот петро совсем не глубокое раз раз и ты уже на улице в самом эмпицентре вот этого безумия вот а мы с вами идем ищем магазинчик и еще еще детям всякие приколы всякие приколы детям раскраска лол сюрприз мне нужна но походу ее нету я короче один раз в жизни случайно здесь нашел раскраску волос убрать но есть раскраска карс . тачки ну да ладно хрен с ним короче слушать а то это получится слишком длинное видео потом потом сделаем ну что еще вам расскажешь приезжайте на самом деле в аргентину потому что здесь целое это самое вот эти вы варлам его наверное видели прикиньте это это чугун это отлитая хрень из чугуна но выглядит как настоящий диван если если не знать можно реально присесть на нее и почилить вот в общем байрос просто замечательным но естественно не для всех а для некой прослойки общество которое очень напоминает средний класс чуваки вот я вам так скажу в айра сериально изобилие среднего класса и полиция здесь защищает средний класс как бы здесь никто не лучше не хуже здесь все сидят чили в кафешках ходят там на работу в магазинчик сильно не высовываются как бы зарабатывать столько сколько им надо тратить вот и все поэтому на самом деле это очень круто им хо вот а у меня на этом все на сегодня пишите в комментариях если вам зашел такой формат пишите также кто перебирается в аргентину в частности буэнос-айрес удовольствием встретимся с вами здесь и да ответим на любые вопросы в том числе как мы тут что-то уже знаем плане там куда чего как там вот это легализация так далее так что да друзья мои всем профит роли спасибо что смотрите крипто комманс торгуйте осторожно с расстановкой с холодной головой держите битки в холоде а пятую точку в тепле это был гриня скоро увидимся и до следующей встречи пока